Второе поколение кроссовера Audi Q3 появилось год назад, но на российский рынок выходит только сейчас. В открытой базе Росстандарта появился сертификат одобрения типа, и он довольно безрадостный. В нашей стране сертифицирована всего одна модификация с устаревшим уже мотором 1.4 TCI мощностью 150 л.с., шестиступенчатым преселективным роботом DSG и передним приводом. Для сравнения, в Европе кроссовер продается в изобилии вариантов. С более современными бензиновыми турбомоторами в 1,5 и 2 литра, с 2-литровым дизелем и, разумеется, с полным приводом. В России ничего этого можно не ждать, по крайней мере, в первые месяцы продаж. Машины появятся у дилеров в конце лета. Российский офис компании Jaguar Land Rover начал принимать заказы на рестайлинговый Jaguar XE. Напомним, что обновленный седан добавил внешней агрессии. Диодная светотехника включена в базовую комплектацию. Заменена медиа-система, руль и селектор коробки передач. Гамма двигателей сократилась до трех. Шестицилиндровых моторов больше нет. Итого остались двухлитровые турбо-четверки. Дизель по-прежнему развивает 180 л.с. и доступен задним или полным приводом. Начальная версия D180 подешевела на 117 тысяч рублей. Бензиновый Jaguar исключительно полноприводный. Есть вариации на 250 и 300 л.с. Начался прием заказов на спорткар Toyota Supra. Российская квота на этот год по-прежнему 22 экземпляра. И все они прибудут к нам в максимальной и фиксированной комплектации. С самым мощным двигателем и восьмиступенчатым автоматом. Цена, соответственно, тоже одна. Интересно, что соплатформенный BMW Z4 с таким же двигателем на 340 л.с. в России стоит примерно на 700 тысяч рублей дешевле. Зато Toyota оснащена богаче.